Вот можно такой совсем странный вопрос? А в медицине когда-нибудь революция произойдёт? И почему столько веков существует человек, а каждый лет 10-15 изменяется подход к тому, как его лечить? А главные результаты этих лечений не очень убедительны. Ну, более того, результаты не только неубедительны, а действительно стоимость лечения за последние десятилетия, она растёт, стоимость анализа вроде бы растёт, а исходы этого лечения, они лучше не становятся. И, конечно, нужно иметь определённую смелость, чтобы называть белое белым. Ведь, например, я невролог, и каждая конференция по инсульту, она начинается с того, что инсульт помолодел, и смерть от инсульта выросла, значит, и исходы инсульта стали тяжелее. Потом проходит эта конференция, где рассказывается о новых лекарствах, новых препаратах, что дозировки должны быть больше, лечение нужно начинать раньше, диагностику нужно проводить дороже, и тогда проблема будет решена. А в итоге следующая конференция через год начинается опять словами, что инсульт опять помолодел, и количество инсульта опять выросло. Ну и так, по большому счёту, происходит в каждой из специальностей. То же самое будет происходить в ремотологии, то же самое будет происходить в онкологии, да и в кардиологии. Тренд, он абсолютно один и тот же. И не происходит никакого переосмысления смыслов, как бы так не странно звучало. Почему? Потому что драйвером развития медицинских технологий является две вещи. Это производители тяжелого медицинского оборудования и производители фармацевтических продуктов. Вот, собственно, они, по большому счёту, и диктуют исследования, они имеют финансовый ресурс для того, чтобы эти свои программы предлагать потом врачам. Врачи начинают, ну, это для них бизнес, и, конечно, вот эта интервенция идеологическая, она тормозит совершенно развитие настоящей медицины. То есть, конечно, это звучит нехорошо. Я понимаю, что я сейчас обижу многих врачей, но когда мы говорим, то здесь очень сложно получается врачу понять, кто он, ещё врач, или он уже камевояжор медицинской компании. Притом он даже иногда может не понимать, что его превращают в камевояжора медицинской компании, когда ему просто выдаются рекомендации о том, что и какие лекарства, при какой симптоматике надо прописывать. Смотрите, абсолютно правильно вы говорите, и сейчас активно обсуждается понятие доказательной медицины. И меня спрашивают, вот, Василий, а вы что-то делаете, а с позиции доказательной медицины что? А с позиции доказательной медицины что? А с позиции доказательной медицины что? Вот, типа, есть рандомизированные исследования. Окей. Если возьмём даже простую вещь – ожирение. За последние 50 лет проблемой ожирения начала заниматься Международная ассоциация кардиологов, тех людей, которые занимаются контролем пищевой продукции, чем это всё закончилось? Они предлагали свои способы похудения и доказательно на уровне американской доказательной медицины показали, что если есть жира больше, то будешь жирный, ешь жир меньше, будешь менее жирный. И стали эту культуру продвигать в массы. Чем это закончилось? Это закончилось, что с этой позиции доказательной медицины уровень ожирения вырос в десятки раз. И количество заболевших выросло в десятки раз. Почему это произошло? Потому что эта доказательная медицина вмешалась, так скажем, стала вроде как менять культуру питания в семьях. Чем это закончилось? И так же происходит по всем остальным вещам. Я сколько рецензировал эти диссертации, сейчас этим не занимаюсь, потому что понимают уровень доказательности, что существует какая-то идея, потом под неё подтягиваются факты, и статистика – это, в общем, такая вещь, которую можно обосновать всё, что угодно. Поэтому, конечно, это не воспринимается. Я хочу… Понимаете, у меня немножко другой подход. Я вижу пациента, я понимаю его проблему, и не могу сказать, что, вы знаете, у вас проблема неизлечима. Вот книжка, в ней написано «Ваше заболевание неизлечимо». Я откладываю книжку и начинаю думать заново с чистого листа, чем этому пациенту можно помочь. И если мы находим другие какие-то варианты, то какие-то неизлечимые проблемы, либо они останавливаются, не прогрессируют, либо эти проблемы, наоборот, даже восстанавливаются. И говорят, вот эпилепсия и неизлечимые заболевания. Да бог с ним. За 20 лет практики я вижу, что у некоторых людей были приступы, а потом они прошли сами. Но не может заболевание появиться само и пройти само. Значит, в организме возникли какие-то процессы, которые ту причину, которая вызывала это заболевание, устранили. Если эта причина устранена, то и заболевания, соответственно, не будет. Но роли врача при этом нет. Понимаете, так же, как стандартная медицина, её такой типичный подход. Мы будем наблюдать. У нас есть проблема, но мы будем за ней наблюдать. Наблюдать бабушки у подъезда, наблюдать, кто в подъезд заходит и выходит. Тогда роль врача какая здесь? Если нужно в процесс вмешиваться. Но вмешиваться нужно не в коррекцию причин. Посмотрите, симптоматическая терапия – это же сейчас основное то, что вводится в протоколы. Возьмём гипертоническую болезнь. Это возрастной человек с избыточным весом, у которого сгущенная кровь, у которого высокое давление, и, значит, есть какие-то признаки атеросклероза. Что он получит? Он получит препараты для снижения сахара, он получит препараты для снижения давления, и он получит кроверажающие препараты и ещё препараты по другим органам и системам, потому что у него уже пошли осложнения. Решается ли его проблема? Никак не решается. Это даже не палиативная медицина, потому что многие эти фармацевтические технологии имеют, наоборот, побочные эффекты, которые ускоряют прогрессию заболеваний. Только, опять же, фармации всегда скажут так, что, ну, тут, если бы не наши таблетки, то заболевание прогрессировало бы ещё быстрее. И так происходит по очень многим пунктам. И когда я это озвучиваю, например, в своих блогах, в своих соцсетях, там, в Инстаграме, в Фейсбуке, конечно, это вызывает иногда и агрессию со стороны коллег, которые привыкли жить в этом доказательном ключе. Я написал недавно такой пост, что те книжки по неврологии, которыми я пользовался и на которых я учился, сейчас мне могут лишь понадобиться для того, чтобы в кровати ножку подпереть, если вдруг она сломается. Больше никакой там информации нет. Если откроешь эти книжки, которые переписывают из раза в раз, из раза в раз, то будет обнаружено, что неврология – две болезни. Одна – это фигня, которая проходит сама, а вторая – это пипец, которая не лечится. Ну и тогда можно не начинать. Ну, во-первых, я не согласен, потому что это относится не к неврологии, а к любой болезни. Потому что, на самом деле, это подходит к любому определению. Ну, по сути, так оно и есть. Понимаете, и сейчас только люди... Это, по-моему, лучшее определение медицины, которое я слышал. Ну, вот, допустим, возьмём тяжёлую историю с онкологией. Сейчас у меня много пациентов с глиомами мозга. Это история, когда у пациента есть опухоль мозга, и эта опухоль мозга, она не реагирует. Так вот, про вот эти глиомы. Опухоль мозга с очень неблагоприятным прогнозом. То есть, по сути, это приговор. Когда эта опухоль, даже если удалишь, в течение года у неё начинается прогрессивный рост, продолженный рост, эта опухоль не реагирует на химиотерапию, эта опухоль не реагирует на облучение. И даже на протонную терапию она тоже не реагирует. А это всё методики очень-очень тяжёлые. Но когда вводишь кеторацион, когда пациента переводишь на определённые подходы к митохондриальной терапии, то эти пациенты у меня живут дольше, чем кто-либо мог предположить. И когда они сейчас приезжают к своим нейроонкологам в Германию и удивляются, или в Израиль, то удивляются, что эти пациенты ещё живы и пришли своими ногами. Хотя, казалось бы, мы не использовали никаких мега дорогих методик. Я два раза проконсультировал, дальше просто морально поддерживал. Это же можно делать. И, конечно, я удивляюсь, почему это не делается. И так по остальным всем другим направлениям. Конечно, я нахожусь в некой такой, получается, к сожалению, изоляции. Какая изоляция? Ты враг. Ты людей лишаешь гигантского бизнеса. У тебя вообще совести нет. Ну, совесть есть. Ну, потому что, ну, слушай, ну, при том, то, что ты говоришь, очень близко, на самом деле, к тому, что говорит на Мясников. Но он исходит из того, что, к сожалению, есть ещё страховка, и потому что, ну, скажем, если в Америке придут такому врачу, как ты, то и врачи могут посадить. Ну, потому что ему скажут, а почему вы нарушили протокол? Он скажет, я же вылечил. Он скажет, нас не волнует, что ты вылечил, ты почему протокол нарушил? Ты скажешь, так протоколы кто придумал? И это же изначально сделано, чтобы выжать из пациента до того, как он умрёт, всё до последней копейки. Он говорит, слушайте, протокол вы почему нарушили? Вы знаете, для меня здесь ориентиром в жизни является, не боюсь этого слова, человек, который я сыграл. Извините, я должен это прочитать, это важно. Вот за что я люблю Мясникова. Хороший доктор, всё правильно говорит. А про то, что ты меня попенял постом якобы против кето-диеты, так это не против конкретной кето-диеты, а против увлечения модными диетами в принципах. Это как вера в волшебную таблетку. Вот посижу на чё-то диете, а потом опять буду жрать и бухать. Ладно, ладно, хорошо, я исправился, так и быть. Леонидович, правильный доктор, правильные вещи говорит. Знаете, кето-диета вообще нет, слово диета уберите. То, о чём говорит доктор, вообще о другом. Слово диета мешает, тебе не надо это понимать. Суть сводится к тому, что человек себя всю жизнь отравляет, и поэтому организм реагирует болезнями на интоксикацию организма. Абсолютно правильное понимание, и мы есть то, что мы едим, и сейчас благодаря пищевой промышленности, благодаря чем дешевле, тем выше маржинальность, поэтому качество продуктов падает, и задачи увеличивать чек, то есть есть много, в правильном рационе. Мы природно всегда ели немного, и человек, ну, ко мне приходят некоторые люди, у них есть, они голодают по 15 дней. То есть человек может, это спокойно, раз в квартал они это делают. То есть человек может и без еды существовать достаточно комфортно. Но, конечно, мы, если едим, сейчас мы не обсуждаем голодание, то просто правильный рацион. То правильный рацион, это, с одной стороны, может быть, лечебной технологией в определённой ситуации, но кроме этого ещё профилактическая история. То есть если мы говорим, что пациент с тяжелейшими онкологическими заболеваниями с помощью технологий, выстроенных на рационе, стабилизирует своё состояние и не прогрессирует, то эти же пищевые стратегии, они являются профилактикой развития онкологических заболеваний. Эти же технологии являются профилактикой развития. Если мы можем остановить атеросклероз, у меня было ожирение печени, но я перешёл на рацион, сделал контроль, у меня его нет. То есть мы разворачиваем заболевания. Без, по сути, гепатопротекторов, без каких-то серьёзных препаратов. Я просто живу своей жизнью, я ем просто нормальное мясо, я ем нормальный рацион, значит, я ем эту нормальную рыбу и нормальный... Стало следовать, блин, ладно, чтобы худело на 4 килограмма. Отёки прошли, голова перестала болеть, и давление не скачет, вот, со морской области. Потому что вы нормальный человек, а не марсианин, как я, который вообще никак к китос войти не может. Так вот, здесь, Владимир, вы правильно совершенно сказали, что не надо говорить про диету, надо говорить про, в целом, концептуально новая медицина, это метахондриальная медицина, это метаболическая медицина. То есть тогда, когда мы выстраиваем наш функционал, наше здоровье на правильной работе метахондрий. Метахондрии – это такие органеллы, которые нам дают энергию. И эти органеллы есть в каждом органе. Эти органеллы вырабатывают в щитовидной железе гормоны щитовидной железы, в печи они проводят отоксикацию, в надпочечниках они синтезируют гормоны надпочечников, в тестикулах, в половых железах они синтезируют половые гормоны. И как же им помочь метахондриям? Вот не надо их убивать. Это первое. А второе – их надо помогать. И когда мы сейчас видим, проводим биохимические диспансеризации людей… Сахар не жри, углеводы не жри. Ешь жиры и мелок. Так вот, если мы говорим о метахондриальной медицине, то дальше заход какой? Что та классификация, которая сейчас есть, она неправильная. И все это видят, что она неправильная. Потому что эти классификации медицинские составлены на основании симптомов. А нужно брать за основание причины. То есть в чём и смысл. Если мы имеем метахондриальное заболевание, то проявиться оно может на уровне разных органов. Но от этого метахондриальным заболеванием оно быть не перестанет. Только на определённом уровне это будет какой-нибудь гипотиреоз. На другом уровне это будет аутизм. На третьем уровне это будет какая-нибудь недостаточность гормональная по половым железам или гормонам надпочечников. Если. Или какая-нибудь, наоборот, мышечная слабость и астенический синдром. При этом есть вторая часть. Метахондрии должны работать на том, что нам не хватает. Мы должны это возобновлять. И это именно рацион. А рацион сейчас это пустые калории, которые не содержат никаких микроэлементов, питательных веществ, витаминах, аминокислот, биологически активных веществ. Всего этого в углеводах, в хлебе, в булках, в шоколаде, которым сейчас переполнены прилавки, нету этого. А что нам мешает? Нам мешают вирусы и инфекции. И эти вирусы и инфекции могут давать, опять же, один и тот же вирус давать разную картину. Герпес. Он может вызывать аутизм. Он может быть причиной шизофрении. Он может быть причиной эпилепсии, рассеянного склероза. А может высыпать на коже. А может вызывать повреждения суставов или, допустим, кишечника и матки. Всё это будет проявляться, опять же, разной симптоматикой. Но причина – это один вирус, который можно проигнорировать и лечить только симптомы. Как в обычном варианте – грипп. Грипп может быть головная боль, понос, сыпь и температура. Это разные симптомы. Причина – это грипп. И то же самое с другими заболеваниями. В чём сложность? Сложность в том, что один и тот же возбудитель, одна и та же причина, может проявляться совершенно разными симптомами. И в то же время один и тот же симптом, одно и то же заболевание может вызываться совершенно разными причинами. И поэтому эти классификации не отражают вот этого баланса. Опять же, да, ты ещё понимаешь, что ты говоришь? То есть сейчас ты взял и убил целые отрасли. Потому что, например, все же знают, что есть какой-то такой рак. Но никто же не говорит, что это на самом деле никому ничего не объясняет. Что под самим понятием рак мы рассматриваем сошедшую сумма клетку, которая не хочет умирать. А причин, которые свела сумма клетка, дикое количество, берём самой разнообразной природы, и никакого единого подхода к лечению элементарного, то, что предлагает медицина, нет. Медицин говорит, мне ничего страшного. То же самое ВИЧ, он же спит. Это опять же, мы говорим, что иммунитет куда-то делается, но ведь причин миллион. А ты сейчас говоришь, ребята, хватит морочить голову, хватит обманывать, хватит дурить, хватит брать деньги якобы на гигантские исследования, вы даже не там ищете. Ну, по сути, так и есть. И ты хочешь, чтобы тебя после этого не уничтожали, чтобы тебя не пытались всюду зачистить, чтобы тебе не сказали, немедленно уберите этого человека. Ты же начинаешь бороться с многомиллиардным бизнесом. Ну, смотрите, правильно, Владимир, я это сам ощущаю, делаю свои такие посты, что я человек, который занимается эпилепсией 20 лет, и в ней неплохо разобрался. Я ездил за рубеж, и стажировался там, и, в общем, в своё время я собирал всё, что касается классической эпилептологии, большую корзину. Потом понял, что ко мне приходят пациенты, все эти стандартные методики, мы с ним проводим эти противосудожные препараты, они не работают. А потом я беру, меняю рацион, в организме что-то происходит, и у него приступы проходят. Приступы проходят, и нет никаких противосудожных препаратов, которые иногда суммами по 30 тысяч в месяц пациент принимал пожизненно. И они не работали. То есть, мы понимаем, что в организме есть какие-то процессы, на которые мы можем повлиять иногда просто рационом. Но просто, когда мы корректируем рацион, это не просто мы поменяли питание, просто та патогенная микробиота, которая разъедала организм, она питается теми углеводами, которые мы в себя закладываем. Когда мы лишаем питания, то она начинает дохнуть. И, соответственно, когда она подохнет, она уже не может раздражать мозги, потому что та же самая эпилепсия – это просто раздражение мозга. Также и аутизм – это раздражение мозга. Это заболевание одно психиатрическое, а другое неврологическое. Хотя общий смысл – это дисфункция мозга. Эта дисфункция мозга чем-то вызывается. И дальше надо просто искать с чем. Люди ищут в мозгах. А мы видим, что бактерии сидят в кишечнике, оттуда запускают токсины в кровь, на эти токсины реагирует иммунная система, формируются иммунные комплексы, которые, в свою очередь, допустим, атакуют мембраны клеток, приводя к эпиприступам. И, конечно, никакие противосуженные препараты в этом случае толком работать не будут. Для меня эти пациенты очевидны, я их вижу. Это моя доказательная база. И поэтому я ищу другие варианты им помочь. Зато у нас всегда есть один умник, который говорит, митохондрии синтезируют тестостерон. Что доктор принял с утра? Любая работа нашего органа для того, чтобы синтезировать вещество. Конечно, мы знаем все цепочки синтеза тестостерона, но для того, чтобы они происходили, нужна энергия. И эта энергия как раз... Это человек этого никогда не поймёт. Если вы понимаете, о чём говорит доктор Генералов, и с ним согласны 5533-Т1, если вы не понимаете и не согласны 5533-Т2, если вы не понимаете, но всё равно согласны, 5533-Т3. Вот мне нравится, да? Ваш гость такой же балабол, как и великий учёный Ковальчук. Ничего не говорит по делу, оно в словоблуде. И реклама сам себя. Полный предположительный смесняков. Алексей, во-первых, дико похоже смесняковым по подходу. Вдобавок, Ковальчук реально великий учёный. Ну, когда я говорю какие-то вещи, это не мои фантазии. Ну, мы сидели с Владимиром не так давно, я показывал ему какие-то кейсы, которые я у себя иногда публикую в интернете, когда какой-то ребёнок, который лежал в реанимации, и в которого никто не верил, что он сможет выжить, он сейчас уже играет с игрушками. Перед этим полгода, будучи в коме, и которого, конечно, посмотрели все доктора, и потом мне говорили, как так, приехал Генералов, и всё решил, а до него что, не смотрели, что ли. Ну, или там вчера у меня был очередной скайп с пациентом из Казахстана, которого тоже раз, два раза в месяц он попадал в ребёнок маленький с пневмониями в реанимацию. Потом они приехали к нам в клинику, мы скорректировали какие-то вещи, и полгода ребёнок уже ни разу не был у врачей. Они просто думали, что он умер, а он просто туда не попадал, а врачи привыкли, что он раз, два раза в месяц заезжает с пневмонией, с тяжёлой, значит, дыхательной недостаточностью в реанимационное отделение. Конечно, когда я что-то уже рассказываю или пишу, то это те кейсы, которые у меня собрались, которые я уже проанализировал, и могу дать их как какой-то конспект, как какую-то рекомендацию. Это не то, как я бы хотел, чтобы выглядел мир. Это я уже в своих блогах рассказываю о том, что у меня получилось. Слушайте, ну пора очнуться. Ну поймите, во всём мире происходят колоссальные изменения. Вдруг человечество... Вот мы в России как-то мимо этого прошли. Мимо этого. А в мире целая война идёт против пищевой индустрии. Когда вдруг стали смотреть, что так как это чисто деньги, то нас разводят. И добавляются для усиления аппетита, для того, чтобы ты всё время хотел есть. Ну как получалось? Ну вспомните себя сами. 50-40 лет назад, те, которые могут вспомнить благодаря ВОЗу, 30 лет назад, вы питались продуктами, они были другие, вы наедались меньшим количеством. Так и есть. Я жил в многодетной семье, ребёнок был старший. И, конечно, в магазин за продуктами от кого отправляли, отправляли меня. Я шёл пешком с авоськой и возвращался обратно с запасом продуктов на неделю. И всё доносил сам. Посмотрите, сейчас приезжает семья из трёх человек в Ашан, берёт корзинку, которая по размерам соответствует строительному контейнеру практически, и всё это не влезает в багажник автомобиля. И всё это потом оказывается в унитазе. То есть, это всё проходит через нашу печень, через наши почки, через наш кишечник, и оказывается потом в унитазе. Но при этом все токсины из этой еды, а она, конечно, захимичена, она, конечно, кормит патогенную микробиоту, это всё осталось, все эти продукты же недеятельности, это микробиоты, остались в нас. Ну, поэтому мы имеем в 50 лет инсульты, в 50 лет инфаркты, стенды. Да, сейчас мы начинаем лечиться. Нам выписывают таблетки, плюс к этим таблеткам, таблетки, которые снимут негативные эффекты первых таблеток, а третье восстановление после первых и вторых таблеток, а четвёртый выход из первой, второй, третьей таблетки. Вот мне 56 лет, я своё утро начинаю, наверное, с 12 таблеток и двух уколов. Ребята, которые серьёзно занимаются спортом в моём возрасте, с 30 таблеток, ну, в течение дня, в том или ином виде. И это считается нормально. А я не помню, чтобы... Не, малыш, знаешь, это же как, у тебя целое приспособление для таблеток, чтобы не пропустить. Примерно, когда я забываю принять, я себя чувствую так же хорошо. Смотрите, проблема диабета, она же стала колоссальной. И этот диабет уже диагностируют у беременных. У беременных начинают колоть инсулин. Мы прекрасно знаем, что сам инсулин, он способствует накоплению жира. И чем больше будет инсулина, тем больше в организме будет жира. Но при этом у женщин видят, что сахар у них начинает повышаться, и вместо того, чтобы убрать углеводы этот сахар стабилизировать, разгрузить организм, начинают добавлять туда инсулин. В результате уже плоду формируя, ну, скажем так, некие отдаленные предисположенности к ожирению. Но в моменте вроде бы ситуация нормализуется, вроде бы сахар снижается. Доктора считают, что они делают правильно. Но в будущем этот ребенок уже формирует определенную слабость. Вот нас с Владимиром в свое время познакомил замечательный эндокринолог, с которым мы сейчас общаемся, и я его пригласил иногда консультировать у нас в клинике. И это для меня был прорыв, потому что, когда я с другими эндокринологами беседовал на тему диабета и метаболического синдрома, я говорил, смотрите, вот инструмент, вот кето, я уже это понял. И до меня это поняли еще Аткинск, там, в 70-е годы писал о низкоуглеводной диете. Здесь нет Америки, здесь нет какого-то ноу-хау. Это стандартные подходы. Эта диета для лечения эпилепсии – это 1920-е годы, как мне прислал выдержку мясников из американских журналов. И Мария прекрасно понимает, что надо разгружать пациента от препаратов. Но зачем его разгружать, если можно давать метформин и, значит, снижать сахар за счет препаратов, либо давать другие препараты, которые будут как бы выводить сахар через почки, чтобы он не задерживался в организме, чтобы не было побочных эффектов. Ну, правда, при этом вызывая потом нефропатию, повреждение почек. Хотя просто начни убирать сахар из своего рациона, разгрузи свою гормональную систему, и ты будешь чувствовать себя совершенно по-другому. Вот Мария это понимает. Я счастлив, что мы стали работать вместе, что у нас будет не один общий пациент Владимир, а их будут гораздо больше, где мы формируем рационы, где мы проводим суплементацию. Всю эндокринологическую поддержку и разгрузку пациента от лишних препаратов будет делать Мария. Это удовольствие. В чём я вижу сейчас свою миссию? В том, что я готов собирать врачей, которые уже осознали, а к счастью, такие есть, что не работают. Вот нейрохирург моих пациентов выходит со мной на связь и говорит, что давайте вот ещё другого. Я вижу, ваши наблюдают, там вообще ничего не растёт, там ПЭТ-КТ не накапливает больше ничего, индекс снизился. Значит, парень абсолютно здоров. Возьмите ещё другого, возьмите ещё другого. Да, к нам сейчас на вот эти истории приходят люди уже с третьей стадии, с четвёртой стадии, и мы готовы с коллегами их вести. Здесь надо понять, это тяжелейшая тема. Почему? Потому что нет таблетки. Нет вот такой магической таблетки, ты съел, стол и лечь. Всё зависит от тебя, ты должен более. А тебе требуется изменение собственного подхода к твоей жизни. Вот мне люди пишут, у сына эпилепсии никакие противосудорожные не помогали. Киета-диета помогла из Нижегородской области. А много было случаев, когда не работает ваша методика, спрашивает Санкт-Петербург, и я такой случай. Вот меня пока не понимают, что происходит. Но я не кричу, вы все негодяи, мерзатцы, вы меня обманываете. Я начинаю смотреть, в чём причина. То есть надо смотреть, что во мне сидит, что не даёт возможности выйти организму в китоз. Владимир, мы не абсолютные. И каждый кейс для меня... Я еду домой, и не могу разгрузиться. Почему? Потому что я ответил на вопросы, которые мне задавали пациенты. Я записал те вопросы, на которые я ответил. Но для меня осталось там вопросов ещё больше. И я с этим багажом вопросов, который мне накопился за день, я еду домой, и дальше уже с утра, просыпая в 6 до 9, стараюсь читать, смотреть и думать о том, как помочь тем, кому никто не помог до меня, а задача всё равно стоит. И кому не могу сейчас помочь я. И получается как? Да, и происходит эволюция. Да, я сейчас периодически себя чувствую, имея уже 20-летний стаж за плечами, работы. Ну, вы видели, в каком режиме, иногда без выходных. Не так, иногда с выходными. Да, кстати, это правильно. Собирая свою эту базу данных, я вижу, что, и говорю иногда пациентам, смотрите, были у меня 2 года назад, сейчас мы уже протокол поменяли, сейчас по-другому, и мы находим какие-то решения там, где я их раньше не видел. Когда где-то за границей, в России или ещё где-то... Можно подлый вопрос задам? Не могу удержаться. А доктор не знает, что если диабетик второго типа полностью уберёт сахар из рациона, то глюкогенез в печени всё быстро восстановит обратно, пишет тот же Андрей из Москвы. Глюкогенез происходит только тогда, когда идёт перебор белка. Если происходит перебор белка, то действительно формируется глюкогенез. Но когда мы за основной энергетический субстрат берём жир, то жир – это единственный макрос, макрос – это белки, жиры, углеводы, которые не провоцируют повышение инсулина и не приводят к синтезу глюкозы, потому что жир через свою систему синтеза АТФ обеспечивает организм энергией. Поэтому здесь как раз... Вот ко мне другой пациент, есть классический пример. Андрей, чем-нибудь понятно стало? Ступайте, переучивайтесь. Так вот, пришёл парень, у него глюома, он очень быстро дегенерирует. За полгода он из автомобиля пересел в инвалидную коляску, очень плохо разговаривал. Он пришёл, у него глюома ствола, которая не оперируется, которая не облучается, и миллиметр роста этой глюомы в такой функционально значимой зоне тут же приведёт к внешним проявлениям, к внешней симптоматике. Прошло полгода с тех пор, ни одного симптома не прибавилось. Мы просто поменяли ему рацион. Я на приёме меряю ему сахар, у него сахар 10. Этот парень с избыточным весом, я ему говорю, что делать. В понедельник у него сахар 5. В пятницу у него сахар 10. В понедельник он мне присылает, у него сахар 5. А мы понимаем, что на этом сахаре эта глюома и растёт. Он перешёл на жёсткий рацион, но благодаря этому рациону за полгода ни одного симптома не приросло. Я считаю, что это успех. И жалею, что он не пришёл к нам раньше. А государство как-то помогает? Нет, я работаю самостоятельно. Но кто-то приходил от государства, говорил, старик, интересно. А давай посмотрим, попробуем. Владимир, более того, конечно, я известен. Всё-таки у меня статус доктора наук, я был профессором на кафедре, я занимал определённые должности в научном центре, федеральном учреждении. И, конечно, вся, скажем так, тусовка, она читает мои посты, следит за мной. Но у меня не было за последние 10 лет ни одного приглашения на какую-то официальную медицинскую конференцию. При том, что я сам провожу образовательные курсы, они пользуются определённым интересом. Каждый мой какой-то ролик, даже короткий, который я пишу с утра иногда в машине, рассказывая предыдущие кейсы, которые я проанализировал ночью, которые стоит поделиться другим пациентам, это по 15 тысяч просмотров, от 7 до 15 тысяч просмотров. То есть люди это смотрят. Но такой инфантерибль. Ну да, но, конечно, имея сейчас самый большой опыт кетогенной диеты при различных заболеваниях, единственный опыт кетодиеты в онкологии в России, ну, конечно, никаких, скажем так, официальных приглашений меня на какие-то медицинские форумы не происходит. То есть онкологи не пришли и не сказали, слушай, давай попробуем? Пока этого нет. Как лечить панкреатит, спрашивают. Вот люди, вообще неправильные вопросы. Поймите, вы называете болезни, а речь идёт о другом. Речь идёт о гармонизации работы организма, о том, чтобы прекратить отравлять организм. Вы, когда его отравили, он вам в разные места из-за разных обстоятельств будет пробивать разными болезнями. Абсолютно правильно. Поэтому задача понять, чем вы себя отравили, и дать возможность организму себя вернуть в исходное рабочее правильное состояние. Ну, это и есть. Сейчас та книжка, которую я новую буду готовить, она будет называться «Кето-биохакинг». И это направление как раз и будет выстраивать, где я хочу рассказать обычным людям, что какую роль играет воспаление в процессах, какую роль играет микробиота в развитии патологических процессов, которые лежат совершенно в разных органах. С чего нужно начинать лечить, казалось бы, ревматоидный артрит? Да с того же кишечника. Потому что патогены оттуда будут циркулировать в крови, запускать иммунную систему, которая будет раздражать суставы. А дальше уже детали. Раздражаются суставы, артрит, раздражаются мозги, то либо дегенеративное заболевание, либо развитие эпилепсии. Вот механизмы. Они, в принципе, понятны. И большинство ситуаций, конечно, мы не пытаемся одним каким-то алгоритмом, одной идеей объяснить все заболевания. Но то, что большая часть прорабатывается именно в таком ключе, я это вижу уже и на своём личном примере, и вижу на примерах своих пациентов. Меня проверяют. У меня же в книжке выстроена... Ну, вы читали. А какая книжка? Кето-диета, есть жир можно? Вот об этой книге сейчас идёт речь, которая уже вышла. Она одна, да, у вас вышла на текущий момент? Да. Ну и в октябре она была номер один в продаже в лабиринте. Мне это приятно. Что эта тема... Ну, я стараюсь популяризировать эту идею, и там аргументировал, почему нужно делать именно так, а не так. Так вот, там есть сноски на моих подписчиков, которые писали свои отзывы и опыт свой в рационе, чтобы это не было ощущение, что это я какие-то факты подтягиваю. Что делают читатели? Иногда они берут, смотрят Инстаграм-аккаунт, исписываются с человеком, история которого изложена у меня в книге, потому что все эти ссылки есть, и говорят, я думал, что вы фейк, что ваша история – это враньё, а это правда вы на кето? И человек ему отвечает, ну да, я на кето, вся моя семья на кето, это лучшие годы моей жизни. То есть люди меня проверяют, думая, что... Ищут подвох, везде ищут подвох. Нет, подвохов нет, есть признание моего несовершенства и желание развиваться. Сейчас я вижу, что вокруг меня появляются люди, с которыми я могу задать вопросы по смежным специальностям. В риматологии, в эндокринологии, в других проблемах. Ангологи потягиваются. Мы вместе в каворкинге будем более интенсивно всё решать. И я надеюсь, что сейчас есть такой план, что появятся клиники именно с такими... клиники митохондриальной медицины с направлениями онкологическим, иммунологическим, неврологическим, эндокринологическим. И, конечно, при этом ещё будет программа антиэйджа, потому что, по сути, программа антистарения – это программа профилактики заболеваний, потому что мы умираем не от старости, а от тех заболеваний, которые нас добивают старости. Ну, давай будем ещё печальнее. Как правило, к доктору приходят, когда уже больше некуда идти. То есть, те случаи, которые рассматривает Василий Олегович, это случаи, когда дальше уже идти было некуда, некому. То есть, иногда такие тяжёлые, что без слёз смотреть невозможно. И дети, и взрослые. То есть, это не с насморком пришли. И то, есть более чем высокий процент положительного результата. Боже, что удивительно. То есть, приходят после того, как уже все, кто мог, над ними поиздевались. Сам просто порой видел таких случаев. Ну, там, Борис, мы тебе не будем показывать. Когда ребёнка, ну, то, о чём говорил Василий Олегович раньше, когда ребёнка лечили, им показалось, что это какая-то у него... Что у него там была реакция? Типа аллергия. Типа аллергия. И пропустили. Довели ребёнка до такого, что чуть не потеряли. Кошмар. Конечно, кошмар. Как на вас влияет соль? На меня не влияет. В православной посты обычным людям приходится есть углеводы. Проблема, пишет Ирина. Во-первых, необычным людям верующим, потому что обычные люди есть как верующие, так и неверующие. Ну, у меня есть ответ на этот вопрос. Во-первых, как коротковременные углеводные загрузки, они, в принципе, не противопоказаны. Есть такой вариант циклического кета, когда основную часть мы находимся в правильном рационе, а по сезону мы можем подгружаться углеводами или делать такие углеводные каникулы. А я, например, в пост хлеб не ем, так что не обязательно обобщаться. Но общая идея какая постов? Если люди до этого, скажем так, грешили, согрешили, ели, не поймут, на чего и пили непонятно что, то весной, когда нужно готовиться к активной работе, к посевной и так далее, то нужно их детоксицировать. Чтобы их детоксицировать, нужно им ограничить рацион. Пост есть ограничение рациона. Чем уже рацион, тем легче ему на системе, тем легче в системе детоксикации, тем происходит быстрее оздоровление. Поэтому даже короткие детоксикационные посты в монодиете, есть такая старая, например, вариант гречневая диета, когда человек месяц на гречке, и у него там в результате вроде бы углеводный рацион, а снижается воспаление, очищается кожа, и там даже снижается сахар, уходят другие заболевания. Почему? Иммунная система разгружается. Поэтому пост в режиме массового оздоровления – это неплохая история. Но когда мы говорим о кетогенном рационе, это и есть, по сути, правильный пост с ограниченным набором продуктов, который позволяет жить и быть работоспособным весь год, а не только перед посевной, что типа посеяли, дальше пошли пить. Как доктор объясняет здоровье и долголетие людей, питающихся средиземноморской диетой с массой углеводов? Я уже не говорю про жителей Окинавы. Это всё тот же, Андрей, мучается. Средиземноморская диета – это самая близкая из территориальных диет к кетодиете. И основа рациона – там есть небольшое количество овощей, основа рациона – это мясо, это сыры, и там также морепродукты, плюс оливки, то есть это, опять же, растительные масла. Поэтому по пропорции углеводы, белки, жиры средиземноморская диета – это, по сути, LCHF, это низкоуглеводная диета с высоким содержанием жира. Жир представлен в том числе и растительными маслами. А ну, подведи итоги голосования. Мы вас спросили, понимаете ли вы то, о чём говорит Василий Генералов, доктор, который с нами сейчас в эфире. Понимаю, не понимаю, не понимаю, но чувствую, что это хорошо. Такие были варианты. Результаты следующие. Понимаю, 67%, не понимаю, 7%, не понимаю, но чувствую, что это правильно, 26%. Это на СМС-портале, а в телефонах голосование такое. 66% слушаю, понимаю, 9% слушаю, не понимаю, 25% не понимаю, но согласен. Кстати, совпал процент, не понимаю, но согласен. Ну, я рад, что информация легла. И после предыдущей нашей программы ко мне приходили люди, которые дома сидел человек, слушал радио, потом передал родственникам, и они пришли ко мне. Был вообще забавный случай, когда муж прослушал радио, приезжает домой, говорит, я заинтересовался, такой доктор Генералов. Значит, Анна говорит, у меня его книжку сегодня принесли, иди читай.